Малыш активный, жизнерадостный. Кто видел Оливию, понимает, какого размера вырастает Каспийский полос. Это пока он еще маленький. Но чисто для сравнения я сейчас покажу их вместе, чтобы понять, какого размера вырастет этот малыш. Это взрослая змея по имени Оливия. А вот малыш для сравнения. Вот такие у них сейчас размеры. Но малыш, посиди, не уползай. Вот такая кроха по сравнению со взрослой змейкой. Оливия, кстати, 2 годика. Это девочка. Пол этого малыша я еще не смотрела. Тут еще как бы заглядывать особо нечего. Так что мы пока растем. Даст Бог, выживем. К сожалению, у малышей выживаемость очень минимальная. Но я буду надеяться, что хотя бы с одним товарищем у нас все получится. И хочу сейчас показать размер поближе. Вот размеры головы по сравнению со взрослой змеей. Вот так это выглядит. И в объеме они сильно отличаются. С возрастом у малыша пройдут полосочки. На Оливке они уже почти не видны по телу. Это именно детский окрас у Каспийского полоза. То есть, чем старше змейка, тем меньше на ней полосочек. Вот можно посмотреть. Вот еще заметны слегка полоски на Оливии. А на нем они еще четкие. Вот такого плана детеныш. Так что будем надеяться, что мы все-таки вырастим во взрослую змейку. К сожалению, у нас их очень много гибнет. И в городе, и в деревне. Их просто зарубывают тяпками многие. Не понимая, насколько это полезное животное. Поэтому, если получается спасти, выпустить в природу, это просто замечательно. Вот такая красотень. Вот.